Рудракш — это плоды дерева, которое растет в Гималаях на определенной высоте, около двух-трех с половиной тысяч метров. Рудракш обладает уникальными вибрациями. Если подержать Рудракш над объектом, обладающим позитивной энергией, он естественным образом начнет вращаться по часовой стрелке. Если подержать его над чем-то с негативной энергией, Рудракш будет вращаться против часовой стрелки. Если подержать его над чем-то с нейтральной энергией, он начнет раскачиваться как маятник. Я хочу показать вам, как это работает. Это просто лиц бумаги. Вы знаете, что Рудракш вращается по часовой, против часовой стрелки? Хорошо. В каком направлении он вращается? В каком? По часовой стрелке. А сейчас… Я не совершал никакого энергетического воздействия. Просто скомкал. Следите за направлением. Как вращается? Не знаю, говорили ли вам ваши родители. Уверен, что они говорили вам, что ваша одежда должна быть сложена как следует и хранится аккуратно. Ваша постель должна быть аккуратно заправлена. Это оказывает влияние на вашу жизнь. В Индии нам всегда говорили, если, проснувшись утром, не заправишь постель, на ней будут плясать демоны. Придут демоны и будут танцевать на кровати. И потом, когда вы ляжете спать в такую кровать, это повлияет на вашу жизнь. Это просто определенный способ выразить это. И это действительно так. Мы называем демоном негативную форму жизни. То, что мы называем божественным, является положительной формой жизни. То, что поддерживает и обогащает, является божественным. То, что влияет на вас негативно – это демон. Так и эта бумажка. Если ее смять и оставить так, она притягивает негативную форму энергии. Если ее сложить аккуратно, энергия становится положительной. Вот почему важно. От и до. Как должен содержаться дом, где что хранить? Сейчас это все уходит. Мы следуем современной эстетике. Но если бы тут была моя бабушка, она бы знала, что к чему. Все было бы организовано определенным образом. У вас дома на кухне, если ваша мама из семьи где чтут традиции, соль и тамаринт всегда будут стоять рядом. Никогда по отдельности. Слышали о таком? Да? Это по-прежнему соблюдается? Да. Потому что вся эта осознанность, к сожалению, стала просто традицией. Это прекрасно, что она стала традицией. Но без должного понимания «почему так?» От одного лишь «а просто делай так, делай так». Через какое-то время кто-то скажет «почему я должен так делать?» «Тамарин буду хранить у себя на голове, соль где-нибудь еще». Так это не работает. Все эти вещи имеют то или иное отношение к вашей жизни. Поэтому все должно быть определенным образом. Вся наука о том, как человек может достичь расцвета своего потенциала, доступна простому индийскому сельскому жителю, который даже об этом не задумывается. Он не знает этого на уровне ума, не осознает. Он просто знает, что это должно быть сделано так. Потому что вся система йоги была передана людям в формате культуры, из-за того, что люди понимали сложности, связанные с тем, чтобы обучить каждому аспекту йоги, каждого отдельно взятого человека. Так что просто ввести это в культуру. И об остальном можно не беспокоиться. Я хочу увидеть, как в следующие несколько поколений, точно так же, как матери учат детей чистить зубы, так же йога будет просто происходить в их жизни. Так было и раньше. В древности Агасте Муни сделал так, что в каждом доме на всем юге Индостана каждый знал, как позволить этому существу достичь своего полного потенциала. Так что люди знали об этом, о таких простых вещах. Многие из вас практикуют асану уже на протяжении шести месяцев. Вы можете это ощутить. Возьмите две рубашки. Одну скомкайте и оставьте на три дня. Обе чистые, выстиранные. Другую аккуратно сложите. Через три дня наденьте первую, закройте глаза и прислушайтесь к своим ощущениям. Наденьте вторую, закройте глаза, просто понаблюдайте за своими ощущениями. Они будут сильно отличаться. Итак, каждый аспект нашел свое отражение в жизни. Потому что эта земля без религии и Бога, точно наука, была передана как культура. Из-за определенных искажений она вся изменилась. Полностью вернуть ее в жизнь всего социума будет непросто. Мы хотим вернуть ее хотя бы отдельным людям. В надежде, что когда-нибудь в будущем они смогут передать ее оставшемуся большинству. Если мы произведем тысячу человек, которые действительно воспримут, поймут и будут жить таким образом, я уверен, что эта тысяча сможет передать ее уже миллионы человек. Этот миллион может передать ее еще большему количеству людей. И они могут передать это еще большему количеству людей, которые будут способны воспринять это. И это может изменить многое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok